всем добрый день и добро пожаловать на мой канал сегодня я решила показать вам свои вещи которые связались у меня за какой-то определенный период но у меня нет такого что за предыдущий месяц там за июнь за май это я просто покажу вещи которые я вязала своими руками и первое что я связала это вот такая жилетка удлиненная она связана по такой модели дочь училась еще в школе я вязала теперь она ее и в институт бывает одевает следующее что я покажу это кофточка она связана и из стопроцентного хлопка кстати жилетка она из акрила не помню как называется ну полностью акриловая она и с люрексом и черный в черной ткани вот в черной пряжи люрекс и в серой тоже люрекс присутствует вот эта кофточка связана она у меня давно она не потеряла своей своего качества не не теряет ни форму связана обычным рисунком самым простейшим пряжа к сожалению тоже ну стопроцентный хлопок и ее было взято у меня очень вот последнюю в магазине взяла поэтому хватило только на рукав вот три четверти но тем не менее я ее очень ношу подобрала пуговицы такие маленькие вот тоже с блестками так как пряжа идет с люрексом и пуговички оно как как сочетается сейчас это мой вариант заезженный так сказать вот эту кофточку она не длинная они у меня приблизительно одинаковой длины обе и здесь коротенький рукавчик изначально было была связана маечка потом я вот решила перевязать на такую кофточку филейный с филейной сеткой обвязана 3 3 столбика без накида и пико снова 3 столбика накида и пико в общем ну пряжа здесь использована хлопковая стопроцентный хлопок она очень приятно к телу даже в жаркую погоду но не совсем конечно что вот на солнцепёке находиться в ней но в общем-то нормально носится в жаркую погоду в такую немного полутень где-то бывает если то хорошо следующее это вязала комплект маечка здесь вот под грудью завязочки и юбочка все это у меня лежит слежавшаяся но юбочка конечно вот вязана давно и как-то вот первая моя модель такая что не продумала и когда вязала по низу вот здесь рисунок можно было бы пересобрать что посвободнее было что она облегающая она полностью был даже случай я шла в этом комплекте здесь вот через железную дорогу получается и мужчина на велосипеде ехал видимо ну она очень просвечивает и он загляделся и упал и в ответ мне что можно не такое прозрачное носить позже я сделала подклад сшила под юбочку и теперь уже на шоу с подкладом когда я тьфа и следующая моя вещь связанная для начинала я ее вязать для себя но так как показалось мне что она будет мне туговато решила дочери продолжить вязать так как вот я не люблю распускать начатое вязание и вот на тот момент как-то не просчитала вот когда вяжем по кругу от горловины с круглой кокеткой у меня нет стопроцентный такой наработки что ли чтоб вот связать и прямо модель была идеально сразу поэтому я связала ее вот приложила к себе показалось мне что она будет не очень хорошо поэтому отдала но довязала вернее ее но уже прикладывала к дочери и это было ее платьишком она так и держит у себя конечно она уже выросла из этого возраста но тем не менее она у нее но она ей нормально как туничка следующее это моя кофточка связана из пряжи магик самая моя теперь в этот момент ходовая она такая удлиненная обвязана обвязана тоже пряжей магик крючком секцион секционного крошения пряжа очень часто и часто и часто и прямо полосочки смены цвета и вот так выглядит в целом пуговицы пуговицы подобрала пуговицы подобрала пуговицы подобрала такие вот блестящие в цвет ну они как типа стразы сваровского да камни идут чем-то напоминают так переливаются очень теплая она теперь я одеваю ее постоянно сверху могу даже не зимнюю одеть а еще осеннюю и будет тепло почему-то вещи связанные своими руками вот крючком особенно даже и с хлопковой ткани прекрасно вот как-то не знаю держат тепло что ли что не холодно в них и последняя моя вещь это измученная платьица связанная по мотивам русалочки платья но рисунки использовала те а модель конечно у меня немного изменена так выглядит платье связанное из пряжи силки бесподобно мне очень нравится вот она какая-то шелковистая прямо вот на ощупь особенно когда платье одета то получается что вот какое-то воздушное оно на тебе почти не ощущается вот пряжа силки вязать конечно ей сложновато но когда как присноровишься уже к вязанию этой пряжей то думаю что особых проблем конечно не будет но для начала конечно нужно к ней привыкнуть я купила еще несколько моточков остатки у нас в магазине для того чтобы связать себе еще одно платье но пока еще не доходят руки и со временем я все-таки думаю что я сижу какое-то платье либо сарафан ну на этом буду заканчивать спасибо всем за внимание до новых встреч пока-пока